Всем привет! Вы опять на моем канале и снова рубрика Потребнадзор. В этот раз мы сделаем очень короткий обзор вот такого вот карманного штатива. Для тех, кому нужен сразу быстрый вывод, это кусок говна. То есть не вздумайте его покупать вообще никогда и ни при каких обстоятельствах. Стоит он немало. Для сравнения, кто смотрел мое видео об обзор штатива Кульман Альфа 2500, это бюджетный штатив полноразмерный, который стоит 260 гривен на момент обзора, то вот такой вот аналог на момент обзора, похожей штуки, стоил около 100 гривен. То есть он гораздо меньше в размерах и это полный, полный отстой, если не выразиться куда больше. Ну давайте посмотрим, в чем его такая отстойность. Сам по себе он симпатичный. Сделан он, ну, можно сказать, что неплохо. Очень классное покрытие такое, да, металлик серый. Ну, классно смотрится, конечно, так, ну, ваком покрыто, блестит, офигенно. Ножки вот не люфтят, да, поскольку вот этот вот штативчик у меня уже давно, но использовался он редко. Вот, ну, вообще я вот разбирал его, смотрел, то там такое устройство, что рано или поздно эти ножки у вас залюфтят. Вот, единственное спасение, что вот здесь есть регулировочный винтик, его можно подтянуть, и тогда эта проблема будет какое-то время решена. Ну, потом опять все начнется точно так же. Вот, ну, высота его небольшая, вот, но это достаточно для карманного штатива. Вот, иногда, если нужно повысить устойчивость, да, например, если у вас там какие-то обстоятельства, нужно поставить гораздо более выше, то есть он почти, ну, визуально так там, почти в целую ногу выдвигается, но высота поднимается его незначительно, по большому счету, но становится гораздо устойчивее. Вот, ну, в принципе, вот тут телескопический режим такой, да, способ. Ну, заходит оно весьма плотно, да, видите, ну, плюс оно еще, наверное, где-то заело. В общем, бояться о том, что оно вдруг сложится, не приходится, да, тут пластмассовые наконечники нифига не резиновые, поэтому если поверхность скользкая, то оно будет скользить, и ничего там не будет цепляться, там, тормозить, поэтому это так, просто красивое окончание, не делать же кусок трубы в конце. Вот. Ну, сложен давайте. Для чего вообще такие штативы нужны? Очень прикольно, если вам нужно где-то вот вы сам, да, никого нету в помощь, где-то вот поставить фотоаппарат, да, сделать, настроить композицию, сфотографировать. Если вы делаете какие-то фотоотчеты, да, вот, например, что-то паяете, и камера стоит рядом и снимает этот процесс. В общем, для таких вещей, то есть это просто такой маленький помощничек, то есть это не только для развлечения, и очень удобно, если вы куда-то идете, в поход, и еще куда-нибудь, он много места не занимает, да, себе в карман положили и забыли. Но, какой тут серьезный недостаток? В общем, вот здесь вот эта вот голова, у всех нормальных штативов она называется голова, но здесь эта головка, не побоюсь этого слова, в полной мере, сами понимаете, от чего, вот, ну, короче, она нифига не держит. То есть он даже когда был, ну, самый еще новый, еще более-менее держал, а потом буквально несколько использований, камеру там бы немножко вот поднастроили, и все, и все. Да, он вроде как бы в трех плоскостях двигается, ну, в двух-то точно. То есть он, да, вот он крутится по горизонтали, и его можно вот так вот наклонять. Плюс эта выемка сделана для портретной съемки, да, вот вы раз, фотоаппарат повернули, и фотографируйте портретно. Ну, во-первых, угол далеко за 90 градусов, поэтому портретной съемки как таковой, у нас получится портрет кривой, вот. Об этом говорить не приходится. Если у вас более-менее тяжелый фотоаппарат, и вы эти ножки вот так вот расставили, вот, ну, есть шанс, что он просто перевернется, потому что недостаточно. Вот можно спасать в ситуации удлинения ножек, да, эта устойчивость повышается, но не сильно спасает. Ну, в принципе, тяжелый фотоаппарат, он такой, что их никто не использует. Обычно это мыльнички небольшие, вот. Как он фиксируется? Вроде вы ставите вот так вот голову, да, там, закручивать ее на фотоаппарат. Закрутили, установили и зафиксировали этим зажимчиком, да. Вот, фиксируем. Фиксируем. Вот мы зафиксировали. Я закрутил по максимуму, уже, ребята, видите, уже все. Вот, сорвал резьбу. Ну, вот я еще раз. И что? И мы видим, ну, оно стало немножко сопротивляться, чуть-чуть. Чуть-чуть оно сопротивляется, но этого недостаточно для того, чтобы удержать фотоаппарат, да. Бывали у меня моменты, я вот так поставил, фотоаппарат стоит, а потом так плавник, и согнулся он, да. Вот, у меня, например, уже пару обзоров сорвалось по времени, потому что у меня вот нормальный штатив сломался, я использовал вот этот штатив для съемок своего автомобильного направления, автосапиенс, и у меня нифига не получилось, вот именно из-за него. Именно из-за него у меня не получилось, потому что он нифига не держал камеру, я пока там играл с аккумулятором, ну, на холоде я снимал. На холоде очень быстро теряют емкость, и пока я там что-то изобразил, уже снимать было не на что. Но, тем не менее, такой вот штатив, он мне нужен. Поэтому я куплю другую инкарнацию такого штатива, там уже вот этот косяк с этой головой поправлен. Кстати, когда вы фиксируете, ну, есть вариант, что вот уже сама эта вроде как не поворачивается, ну, здесь она поворачивается, уже пофигу, то вот тут поворачивается сама типа голова вот эта вот. Ну, в общем, картина-то все равно не спасает, она болтается, как что-то в проруби. И для его замены я куплю другую инкарнацию, стоит она 133 гривны, по определенным данным я посмотрел. То есть, представляете, вот такая вот ерунда стоит половину штатива, вот, Альфа-2500. У меня, например, в голове не укладывается, ну, как так можно продавать вот такую ерунду за такие деньги? Вот. Или, может, сразу второй вопрос, а может, это Кульман, Альфа-2500, такого голимого качества, да? Но, скорее всего, нет. Вот если вы смотрели мой обзор, он не то, что на голову две превосходит вот эту штуку, по качеству, по функционалу вообще базара нема. И вот я куплю уже исправленный аналог, там пластмассовая вот эта голова, и уже зажим непосредственно зажимает там две такие секции, между ними шаровая такая, и голова ее зажимает. Это все сделано из пластмассы, я думаю, что оно будет работать лучше. Вот. Кстати, вот этот вот штатив, его невозможно отремонтировать. Я пробовал и думал, сейчас я там сниму вот этот вот болтик, откручу, и получу доступ к внутренностям, да? Вот. Я его открутил, открутилась вот эта вот пластинка, ножки отвалились, а там дальше запаяна просто вот эта часть, она единая целая. То есть, я не знаю, как она сделана, скорее всего, вот эта вот часть, верхняя, вместе с шаровым, запрессована прямо в нее, и эта ерунда не разбирается. Я выкручиваю вот этот вот ключ по максимуму, и там внутри просто какой-то болтик стоит по центру, и все. И вот если все это страшно люфтит, вот видите, я вот отпустил, да, вот какой люфт дикий. Ну, давайте мы сейчас закрутим, вот закрутили. И что у нас? Ну, люфта нету, но оно вообще нифига не держит. Да, я закрутил, оно больше не закручивается. То есть, я даже смотрел, какое устройство, ну, кто придумал этот механизм? Там просто идет болтик, ну, или какой-то там, не знаю, стержень с резьбой, и все. И вот этот вот ключ, у которого просто острый, вот, заостренный конец, и он туда упирается. Что он там фиксирует, я не могу понять. Поэтому, мой вам совет, держитесь от этого говна подальше, и не тратьте свои деньги зря. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующем потребнодзоре. Всем спасибо, всем пока!